Мне кажется, она все-таки необходима, потому что в то время, как я знаю от моей мамы, в этой организации развивалась, в общем, помогали ветеранам, также помогали людям, которые не могут сами собой ухаживать, то есть всячески помогали людям с ограниченными возможностями и старикам. Ну, она служила, конечно, для нужных, хороших дел. Пионеры были помощники и старикам, и, как сказать, и с малышами занимались, и кружки всевозможные были, и слеты пионерские, и артейки всевозможные, лагеря пионерские. У меня дочка, она в пионерском лагере часто бывала, ее очень любили, она такая девочка такая была находчивая. Ну, вообще, это здорово, это хорошая организация, она их как-то дисциплинирует. Раньше же нас наказывали, если мы пионеры в чем-то провинились. Она, мне кажется, сплачивала детей, было очень много интересных мероприятий, пионерские сборы проводились. Мне кажется, интереснее была вот именно школьная жизнь детей, потому что сейчас они после школы практически все идут сразу домой. Такой школьной очень мало общественной жизни. В те времена она носила пользу такой дисциплины, то есть для молодежи, и она носила организационный больше характер, то есть это помощь различной социальной, как раз помощь неимущим, это какое-то занятие для детей, для подростков, и вот с такой становлением их уже в более взрослую жизнь. Я не помню, какую пользу анализация, что меня приняли в пионеры, и на следующий год я уже не была. Поэтому, как таковую, я не могу сказать всю прелесть пионерии. Пионеры и октябрята, это были молодежными организациями Советского Союза, и подрастающему поколению, скорее всего, уделялось гораздо больше внимания, нежели в наше время. Поэтому это объединяло всех детей Советского Союза, несмотря на регионы. К сожалению, сейчас такой организации нет. Но я тоже была пионеркой, ничего в этом плохого не вижу. Были октябрята, были пионеры, были тимуровские команды. Я тоже какое-то свое воспитание, это было тогда в целях коммунизма, но тоже было ничего плохого в этом нет. Можно по-другому назвать, если другое название. Но пусть дети наши воспитываются также к любви к родине, к любви к труду, к любви к ближним. Это ничего плохого. Пионеры, они такие ребята, которые занимаются спортом и активно помогают тем, кому эта помощь нужна. Взродить, наверное, нужно. Это хорошее дело, конечно, да. Более добропорядочными, может быть, люди были. Они знали, что такое, может быть, честь, может быть, достоинство какое-то, ответственность в конце концов. Сейчас просто молодежь, ну, вот мы более, так сказать, развязные, что ли. И хотелось бы, наверное, чтобы вернулось вот это вот все, чтобы можно было положиться, скажем так, на друзей, на тех, кто рядом. Продолжение следует.